Армяне в Турции Армяне в Турции которые доступны в интернете нашел несколько роликов и перевел с армянского языка и делюсь с вами В этой беседе турколог Алин Озинян рассказывает о своем исследовании которое она провела в этой связи по какой причине армяне жители Армении приезжают в Турцию как экономические мигранты или в принципе если говорить обычным языком это экономические беженцы вынуждены переехать на какое-то время и жить и работать в Турции чтобы иметь возможность каким-то образом обеспечивать своих родных и близких оставшихся в Армении очень интересный разговор послушайте пожалуйста Вообще когда заходит речь о миграции мы знаем из статистических данных что 80-85% жителей Армении предпочитают ехать в Россию и подавляющее количество уезжающих в Россию мигрантов это мужчины но когда я прочитал это твое исследование там четко отмечается что подавляющее большинство уезжающих в Турцию мигрантов это женщины мужчины же просто сопровождают их просто как мужья причина почему армянские женщины предпочитают Турцию что они делают в Турции почему предпочитают Турцию наверное одна из главных причин что попасть туда можно легко и в смысле расходов и в смысле можно дешево и не самолетом а автобусом и режимы виз очень удобны на границе без лишних вопросов можете быстро получить визу и въехать в Турцию вообще в каком состоянии жители Армении находящиеся в Турции какую зарплату они получают кто занимается их правами человека там действительно ли они там подвергаются дискриминации действительно ли их там используют в сексуальном смысле что ты можешь вообще рассказать к сожалению их права там никто не защищает они сами не могут защищать свои права поэтому и община не может защищать их они там нелегальны мы должны помнить что они находятся в Турции это те армяне по Лозанскому договору они имеют определенные права и они борются не то чтобы увеличить свои права даже или расширить их как-то а чтобы хотя бы сохранить как-то записанные существующие права то есть в этой стране очень трудно ожидать от местной общины что-либо подобного чтобы они могли защищать как-либо новоприбывших которые притом нелегальны не имеющие права на работу не имеющие жилья и прописки они да и в плохих условиях они приблизительно зарплата у них 500-600 долларов есть кто и больше зарабатывает эта же зарплата относится как ты сказал к домработницам уборкам уходу за детьми уходу за пожилыми что в принципе легко для нелегальных работников они не видны они в доме только там же они и спят а на улице знание русского языка также позволяет им работать девушкам и женщинам в магазинах там где много выходцев из советского союза и язык общения русский в этих сферах они они могут работать а сексуальные злоупотребления о которых ты говоришь и в этих сферах происходит и не только сексуальные различные и не только со стороны турков но и со стороны местных армян определенные злоупотребления я видела сама во время исследования подобные случаи ты правильно отметила что о Лозаннском договоре который давал турецким армянам стамбульским армянам права это национальное меньшинство с другими вместе они даже не могут а что говорить о защите граждан Армении которые там фактически нелегальны в любом случае какие взаимоотношения стамбульских армян и армян приехавших из Гюмри как они контактируют сближаются не сближаются друг с другом начнем с того что настоящие стамбульские армяне что родились выросли и жили в Стамбуле и не одно поколение то есть это не армяне западной Армении не восковарские армяне в течение этих ста лет у них была проблема после геноцида в этой как мы думаем маленькой общине разница между гаварскими и стамбульскими армянами она была стамбульские армяне не были настолько терпимыми к приезжавшим из других мест армянам считали их деревенскими так же как мы сегодня в Армении имеем ту же самую проблему городские, ереванские, сельские, карабахские тоже имело место и в стамбульской общине и кроме всего того когда еще жители Армении приезжают в Турцию в конце концов есть турецкая пропаганда которая говорит что Армения нищая страна неграмотная грязная страна и живущие в Стамбуле армяне так и представляют Армению когда какой-либо житель Армении приходит к ним домой чтобы получить какую-либо работу они видят перед собой жалкого, необразованного босоногого удравшего из своей страны жителя Армении на самом деле эта женщина ведь может иметь высшее образование быть из хорошей семьи которая ради своих детей выбирает поехать в Турцию с которой у нас нет дипломатических отношений которая подвергла армян геноциду обратите внимание на последний вопрос ведущего что он говорит последний вопрос задам связанный с твоим исследованием ты говоришь или твое исследование говорит что граждане Армении которые до своей поездки в Турцию имели явно плохое отношение и имели недоверие в отношении к туркам приезжая потом в Турцию мгновенно меняют свое отношение в чем причина этого отсюда они едут под влиянием пропаганды о том что турки это человекоубийцы они едут в Стамбул видят достаточно европейский город это основное не только государственная пропаганда ведь есть история не записанная а устная которую мы слышали в своих домах и мы знаем что было сто лет тому назад но одновременно есть соседи родственники которые поехали уже в Стамбул и у них есть работа они могут посылать деньги своим семьям это параллельная информация которую люди получают до их поездки а после приезда туда мне кажется происходит нечто интересное все до поездки думают что найдут кого-то из армянской общины у армян будут работать армяне хорошо к ним отнесутся защитят их я этим не говорю что армяне не защищают приехавших армян или не помогают ты рассказывал из своих воспоминаний я тоже не забываю одно воспоминание когда во время этих интервью одна женщина мне рассказала как она из Гюмрии что у нее было высшее образование знала разные языки она села за стол во время первого ужина там и местный армянин приносит фрукты берет банан показывает ей говорит это банан ты в курсе? женщина заплакала за кого вы меня принимаете я конечно знаю что такое банан она пробует им объяснить я не знаю поняли они или нет и рядом с таким вот отношением они работают у каких-то турок у турков праздник новый год турок дает дополнительную зарплату армяне удивляются спрашивают что это? они говорят у нас праздник а вы у нас работаете кто бы у нас не работал я всегда даю дополнительную зарплату и вот это разница это то что происходит с другой стороны человек ведь пытается как-то оправдать свою поездку свои действия ты вообще-то покидаешь свою родину по тем или иным причинам я не говорю что эти люди виноваты у них семьи им надо как-то жить но мало того что ты бросаешь свою родину ты едешь еще во вражескую страну и ты должен как-то оправдать этот свой шаг одно из лучших оправданий это то что турки на самом деле не такие уж и плохие так очень интересная беседа и в конце итог этой беседы да или вывод который делает ведущий и этот турколог Алина Зинян из своего исследования которое она провела два примера это стамбульские коренные армяне которые проживают в Турции и приехавшие эмигранты именно по экономическим причинам и их взаимодействие взаимосвязь или взаимное какое-то непонимание определенных процессов да и приводится пример когда скажем один пример это отношение стамбульских армян к приезжим армянам о котором она рассказывает и другой пример скажем положительный пример положительного такого доброго отношения турков к своим работникам армянам жителям Армении которые работают у них и вот происходит такой надлом в сознании такой какой-то определенный кризис когда человек в принципе с промытыми мозгами этой пропагандой антитурецкой которая представляет всех турков этнических как головорезов как зверей как нелюдей и она встречается с совершенно другим отношением к себе это скажем домработница в основном это женщины и ей есть с чем сравнивать то есть у нее есть пропаганда у нее есть внутренние страхи фобии или так называемая туркофобия и она значит столкнувшись с таким человеческим добрым отношением к себе со стороны турка делает вывод что в принципе турки не такие уж и плохие и я приведу пример тоже два видеоролика примера это примеры таких отношений наглядные такие яркие примеры с какими сталкиваются например эти эмигранты экономические эмигранты из Армении первый пример это стамбульские армяне коренные жители и армянка женщина домработница которая посещает этот офис стамбульских армян и у них завязывается такой короткий напряженный разговор диалог посмотрите пожалуйста на той же улице работает Арман Фенди агентство недвижимости которое принадлежит армянам это также семейный бизнес Арман и его отец были там говорят что очень много рабочих мест армянских хотя не носят армянских названий у армян крупного бизнеса нет завести крупный бизнес трудно встречаются бюрократические проблемы чтобы их избежать армяне содержат малый и средний бизнес в основном Арман говорит что они довольны слава богу у нас здесь трудностей нет нет трудностей слава богу мы не очень богаты так особого богатства нет у нас но здесь экономически достаточно хорошо все армяне которые вокруг кого я видел нищих и бедных армян я не видел не знаю мне они не встречались во время во время нашего интервью вошла светлана три года назад приехала в стамбул из армении в одной армянской семье работает прислуга и живет в том же помещении ей поручили прийти в это агентство сделать оплату слово за слово и арман с отцом высказали удивление что в армении мужчины без занятости ждут пока жены из Турции мужьям или сыновьям деньги пошлют даже чтобы закрыть долг покупки автомобиля работа для молодых парней главная проблема взрослые матери приезжают сюда работают и деньги туда посылают на земле разве есть вторая такая страна чтобы мама должна была работать бабушка должна работать чтобы туда деньги посылать чтобы они там жили на этой земле даже в Африке такое есть я не знаю мы же правду говорим здесь кто-то все время по 600 долларов отсылает сейчас я скажу какое положение в Армении положение в Армении отвратительное почему самое главное ведь было же землетрясение ведь была же война ведь была же независимость три тяжелых удара вы могли здесь в этом помещении зарабатывать правильно а в Армении даже этого нет если бы у меня было что-то такое то я бы работала и хорошо обеспечивала бы свою семью не тужила бы и в Турцию не приехала бы наши армянские мужчины не лентяи а почему тогда своих матерей сюда посылают вместо того чтобы сами своим матерям деньги пускай приезжают сами работают здесь нет для мужчин работы какой мужчина будет работать как домработница Арман и его отец сказали что никогда не были в Армении но они хотят однажды посетить ее очень интересная фраза в конце что они никогда не были в Армении не отец старый пожилой человек не его сын но они однажды планируют посетить мне кажется что это дежурная такая фраза и если бы эти люди хотели бы посетить они бы уже посетили бы особенно этот пожилой человек не видно что они горят особым желанием посетить свою историческую родину что в принципе является тоже показательным и второй пример это армянка из Армении жительница Армении по имени Офелия со своим мужем Аликом оба они пожилые а в принципе старые люди да относительно и они значит экономические эмигранты в принципе говоря другим языком просто экономические беженцы послушайте ее вот эту вот речь ее вот этот вот короткий разговор я думаю что эта женщина искренна и что она говорит правду я убираю в доме мою окна и двери полы что еще стирку делаю стирка глажка с раннего утра с пол шестого шесть до двенадцати ночи загружена так работаю чтобы деньги платили а так кто даст деньги шестидесяти трехлетняя Офелия и семидесятилетний Алик пятнадцать лет назад из Гюмри перебрались в Стамбул в поисках лучшей жизни проживают в районе Стамбула Кумкап где много эмигрантов из Армении также из Ирана Грузии Судана Ирака и других стран жители Армении здесь занимаются в основном уходом за пожилыми больными или детьми или как домработницы в начале очень трудно было ни дома нет ни посуды ни места Алик более пятнадцати дней в месяц спал на улице семнадцать дней спал на улице под дождем ни хлеба ни воды ни денег нет работаю у армян и у турков в домах пятнадцать лет уже в тех же самых домах работаю как родные уже раньше мужики ехали в Россию на заработки а теперь женщины едут на заработки у Афелия и Алика трое детей и семь внуков все проживают в Гюмри никто не работает работы нет а они всю свою зарплату посылают в Армению детям в нашей семье никто не работает мой сын закончил политехнический институт дочка мединститут закончила третий тоже закончил политехнический институт у троих нет работы у всех троих семьи а денег на хлеб нету семь внуков у меня двоих из которых не видела еще как они родились завтра поеду в Армению внук меня разве примет как свою бабушку не примет я больная мне шестьдесят три года сколько я могу еще на пятом или шестом этаже окна мыть наше правительство пусть провалится в широкую глубокую яму как в городе Спитак земля разверзлась все провалились и умерли так и наше правительство пусть земля откроется все провалятся умрут и пропадут супружеская пара говорит что в течение этих 15 лет ни разу со стороны турков они не подвергались никакой дискриминации по национальному признаку мы очень благодарны властям Турции если бы в Армении было столько турков армяне бы сожрали бы всех этих турков под землю провалюсь если это не так если бы в Армении было столько турков армяне бы сожрали бы всех этих турков под землю провалюсь если это не так эти люди с нами как с родными никогда не говорят ты армянин я турок А армяне своим же армянам говорят, я ереванец, ты леденоканец, тот кироваканец, не знаю еще кто. Сколько я у турков работал, они никогда не сказали, я турок, а ты армянка. Не слышала такого. Ко мне лучше даже относятся, чем к другим. В Армению вообще не хочу ехать. Если бы муж не болел, только ради болезни мужа еду. Поедут, что делать? Если я уеду, дети мои с голоду умрут. Неделю побуду, через неделю я в таком возрасте, старая больная, снова вернусь сюда. В Армении, если я буду, чем я буду содержать моих детей? Чем? Свои пенсии, носовые платки я не могу купить, буханку, хлеба не смогу купить даже своим детям. Не все люди едут в Турцию для того, чтобы работать в ней, зарабатывать кусок хлеба для своих детей, для своих семей, которые остались жить в Армении полностью, значит, без материального обеспечения, без работы, без средств к существованию. В принципе, люди обреченные на голодную смерть и родители, пожилые люди, значит, из этих примеров мы видим, как они работают, вкалывают по многу часов, чтобы каким-то образом переслать какие-то копейки своим детям, своим внукам, чтобы у них была еда, чтобы у них были деньги на одежду и на элементарные человеческие какие-то вещи. Но не все едут туда в этом качестве. Некоторые едут как туристы, и очень большое количество туристов из Армении предпочитают провести свой отпуск в Турции, несмотря на туркофобию, да, или же пропаганду против этой страны, против этого народа. Но есть еще очень интересный такой сюжет, который я перевел. Это группа журналистов, которые посещают Турцию, те районы, где проживают этнические курды в основном, и у них какая-то своя цель в этом посещении Турции. Пожалуйста. Я Курт. Доженился на армянке. Вы спрашиваете, почему я выбрал армянскую девушку? Армяне чистые физически и морально. Армяне древний благородный народ. Я хочу, чтобы мои дети были армянами. Я хочу, чтобы армянская кровь текла в жилах моих детей. Одновременно я всегда говорю своей жене, чтобы она гордилась своими армянскими корнями и была верна своим истокам. С 1984 года мы разыскиваем родственников моей жены. Они стали жертвами геноцида. До сих пор мы не нашли чудом спасшихся каких-либо ее родных. У Исмаила Аданура есть внутреннее чувство, что в один день он найдет единокровных своей жены. В конце концов, зов крови никогда не прекращается. Особенно после столетнего разрыва, когда армяне Западной Армении начинают путь своего исторического воссоединения. Мы пошли навстречу просьбе этого курда и встретились с его женой, армянкой, которая провела всю свою жизнь в безуспешных поисках своих родных. Все мое семейство было уничтожено во время геноцида. Моя мать уцелела, потому что была тогда в Стамбуле. Я не знаю, есть ли еще кто из родственников, кто уцелел и мог продолжить наш род. Я мечтаю их найти. Во время этого интервью Сюсли Аданур вдруг признается, что у нее странное чувство. Кажется, она видела меня много раз. Есть необъяснимое сходство между мной и ее сыновьями. Что-то родное тянет ее ко мне. Семья госпожи Сюсли Дорезней жила в Бингёле. Местное село Кцу было их главным и последним местом жительства. Какую фамилию они носили? Какое происхождение они имели? Она особо не знает. Мать ее когда-то рассказывала, что более 200 лет назад предки пришли в Бингёль из Запада. И главу этого рода звали Хазар. Его дети Мартон и Манук. И о них многое неизвестно. Род разделился на части. Родственники не встречались. Это было в 1828 году во время известного Туркменчайского договора. Время возвращения было также мерой неизбежной предосторожности для всех. В тот же 1828 год во время депортации из Алашкерта были изгнаны также мои предки. Но семья Хохикянов сразу не пошла в Западную Армению. Газар, Мартирос, Манук – это имена также и моих предков. Их глаза были устремлены из Бингёля на восток. Совпадают и времена, и имена. Совпадает даже внешний вид современных молодых людей из последующих поколений и их предпочтения. Очень интересная история. Очень интересная жизнь этой женщины, ее поиски, поиски какого-то самоопределения. Да, она знает о том, что она этническая армянка. В принципе, ни один человек не может быть против такой попытки людей самоопределиться, найти какие-то свои корни, своих предков, своих родных. В этом нет ничего зазорного, ничего страшного и ничего ужасного. Может быть, я на месте этой женщины поступил бы так же. Но обратите внимание, к каким выводам приходят журналисты или ведущие этой программы. Четыре миллиона армян из Западной Армении больше не скрывают свое армянство. Они доказывают, что кровь не меняет свою краску даже после двух столетий. Сегодня возвращение к своей самобытности приобретает большие обороты. Многие армяне, живущие в Турции, ищут прерванную связь. Несмотря на то, что произошел процесс смешения, тем не менее, армянский ген доминантный. Несмотря на то, что произошел процесс смешения, то есть ассимиляции, когда армянка выходит замуж за курда или за турка, и это уже не одно поколение, да, это смешанные семьи, то, что называется полукровки. Но какой вывод? Тем не менее, армянский ген, который присутствует, как понимают эти люди, он является доминантным. Доминантный – это доминирующий, господствующий, превалирующий ген. По какой-то причине эти люди считают, обоснованно или нет, вам судить, дорогие зрители, что армянский ген, во-первых, существует какой-то армянский ген, какой-то особенный ген, который отличается от генов других народов. Насколько это научно, насколько это правильно, правдиво, я не знаю. И этот ген доминантный, то есть этот ген, в принципе, если говорить о вот этом понятии, доминантный ген, это функциональная активность этого гена не зависит от наличия в организме другого гена данного признака. Доминантный ген является таким образом господствующим, и он проявляется уже в первом поколении. Это информация взята из генетики, из биологии, науки о человеке, о его наследственной системе, и говорится о гене, армянском гене, который даже в следующем поколении, или в других уже поколениях, уже среди ассимилированных людей, у которых одна половина или одна там четверть, не знаю, насколько правильно так судить о людях, да, или разделять вот их наследственность, национальность, именно вот в этом, в этом смысле, в смысле наследственности, в смысле генетики, да, биологии, насколько это правильно. И говорится, что этот ген доминантный, то есть этот ген, в принципе, подавляет, но в данном случае этот ген должен подавить курдский ген, значит, существует, наверное, и курдский ген, да, или турецкий ген, и армянский ген, будучи доминантным, доминирующим, как бы по определению, по своему свойству превалирующим по какой-то причине, дает постоянно о себе знать. Ну вот, как в данном случае, да, или в случае других людей, которых называют криптоармянами, или скрытыми армянами, которые проживают в Турции, у них начинается какой-то определенный, извините за выражение, зуд, когда они узнают, что они каким-то образом генетически связаны с армянским этносом, они пытаются вот найти свои корни, и обретают себя, себя самих себя как-то по-новому, в новом качестве. Что дает им это на самом деле? Ну, я не обсуждаю эти вопросы, в принципе, люди вольны, люди свободны, люди вольны выбирать, к какому этносу, к какой национальности себя относить. Но действительно ли существует такое явление, как армянский ген, который доминирующий, доминантный, и который какой-то особенный ген. Мне кажется, что здесь пахнет чем-то другим. Но я думаю, что зрители могут прокомментировать это. Это очень интересный подход. И вот интересный вывод в конце. На пути возвращения к своей самоидентичности Сусли Аданур нашла нас по счастливой случайности свою утерянную связь. Наш коллега Найрихо Хрикян во время съемок очередного фильма из цикла «Время возвращения» в городе Муш обнаружил... обнаружил свои и Сусли единокровные связи. Очередная съемка оказалась судьбоносной. В цикле фильмов под названием «Время возвращения» я регулярно говорю о том, что живущие в Западной Армении 4 миллиона армян возвращаются к самим себе, к своей идентичности. Этим они доказывают, что они остались, сохранили свою национальную идентичность. И они постоянная и неотъемлемая часть Армении и армянского народа. Эти люди мои соплеменники. И множество других армян от 4 до 6 миллионов постепенно выходят. Быстро очень. Я хочу сказать, слава Богу, что я один из тех счастливых армян, которые случайно, но по Божьему предопределению нашел. Мы родные друг к другу. В течение многих лет я мечтала найти родных. Для меня приятный сюрприз, что мои родственники живут в Армении. Искала. У всех, кто приходил к нам в гости, интересовалась. Спрашивала у студентов, у туристов. И на Ирине исключение. Во время встречи у него поинтересовалась. Никогда не забудут тот день, когда увидела его. Он болел тогда. В моем сердце что-то почувствовала. Наверное, генетическую связь. В тот момент, когда угощала чаем гостей из Армении, начали говорить о наших предках, выяснилось, что почти история наших семей была одинаковой. И что случилось, потом не могу описать словами. Они открывают себя заново каждый день. Время возвращения не остановить. И ответственность – дело чести для каждого армянина. Говорится о этнических армянах, которые проживают, или криптоармянах, скрытых армянах, которых насчитывается на этой территории от 4 до 6 миллионов. То есть я спешу поздравить жителей Армении, что к ним прибавляется таким образом, согласно информации этих журналистов, еще от 4 до 6 миллионов армян. Что это даст Армении, что это даст, в принципе, армянскому народу, и в большей степени, что это даст непосредственно этим людям осознание причастности к чему-то великому, к чему-то древнему, какую-то определенную гордыню, какое-то чувство особенности, превосходства. Что это дает? Эти люди даже не владеют армянским языком, не являются в религиозном смысле принадлежащими к армянской апостольской церкви. Это люди, исповедующие ислам и внешне выглядящие, как мусульмане, говорящие на турецком языке или на курдском языке. В принципе, что даст им эта информация? Ну, это дело хозяйское. Но вот это интересная мысль от 4 до 6 миллионов армян. Действительно ли вы считаете, что армянский ген доминантный, что армянский ген, армянская наследственность, да, она доминирующая, она в принципе является решающей в такой интернациональной семье и диктующей какие-то определенные формы поведения или мышления и так далее. Насколько это объективная информация, насколько это научный подход. Всего хорошего.